Начну я с человека, который... Это два памятных сонета о людях, которые многое сделали в моей жизни. В память о замечательной петербургской поэтессы Валины Сергеевны Горганцевой. Хотел бы в корень, взырю по сторонам, Нариквовать такое наслаждение, Я часто сочинял пять дней рождения. Теперь учусь писать похорона. Да, грош цена подобным письменам, Воспоминания или рассуждения приберегать на завтра, Раз уж день я учусь спрягать в прошедшем временам. Жила-была, эпоху создавала, Собою накормила до отвала до балок. Мы поужинали всем, но голодно и зябко стало всем. Погат очаг закрылась под дувалом. Я все-таки надеюсь, не совсем. Следующее стихотворение просвещено памяти моего другу Виталика Верушкина. Недавно была памятная дата очередная. Сына памяти друга. Твоя подруга желтая приструнена, Стоит, склоняясь под бременем беды, Тебе спешат нестроенные ряды В тот самый дом четвертый Попокунина, Где помнит, как сладка Рахапу Лукумина, Богемна артистической среды, Где химии не вытравить следы Поэты, музыканты и ягумена. И гениями многих величал, И мой пегас здесь чувствовал причал, И не скрывал игривого обличья, Душевный ощущаю параличья, Ведь рядом возвышался и мельчал, Не оценив масштаба и величия. Еще такая история, Она косвенно связана с Олей. Оля меня познакомила С двумя московскими музыкантами Дуэт Аквалибра. Так получилось, И как-то они намеркнулись, Что мы собираем православные баллады, Я, Голи, я никогда ничего подобного не писал, Я и говорю, Боря, вот про этого святого Только ты можешь написать. Я изучил историю, видел и прочитал Сейчас балладу о святом Ванифатии. Почему только я не знаю? Ну попробуй. В древнем времени дело происходило. И у раба бывает вдоль чирита, Когда поет под нос как коростель, Как милостью нынче аглоида, И как свежа хозяйская постель. Ты император страстный, Буйной пляски, Твой сотропесник, Собственный сотран, Вино пьянит, а тело просит ласки, И ты уже любовник, а не раб. И ты не спрячешь нож за голенищем, А словом оприходишь, глупца, Раздав бесчета милостыню нищим, А аглоиде навыки самца, И закружил пьяняющий зоб флюида, Как вдруг остановилась карусель, Не милостива нынче, а аглоида. И холодна хозяйская постель, Что может быть приятнее и проще, Чем выполнять желания госпожи, Да будь у раб мой мученика мощь, Для дома, для потехи, для души. Такая в унипатии мода в Риме, Я даже разузнала, что почем, А вдруг они окажутся моими, Нарубленными ловким палачом, Виной с кубка щадрости допит, Не принесет сорок она хвостель, Что никогда нам больше аглоида Не разделить ни ясно, ни постель. В амфитеатре, в самом центре Тарса, Купить бы этот страшный талисман, Где правит Марс, И в цирке слуги Марса На части рвут невинных христиан. Не смог он оставаться безучастным, Жизнь пронеслась, как пошлый карнавал, И в унипатии кинулся к несчастным, Проклятия сыпал, цепи целовал, Он обезглавлен, должная добыта, Недолго длилась эта канитель, Встречай святые мощи, аглоида, Твой грешный добых и вечная постель, Грех из души выдавливает чхавчирий, Не бейся, добейся, о, покаянному дом, Явился ангел Господа в ночи, Велел идти за тем, кто был рабом. Там вырос храм, Паломники к святыне стремят стопы За горы и леса, а в храме том, Этом древнем и поныне, Великие вершатся чудеса. Боже, привет! АПЛОДИСМЕНТЫ